Дорогие друзья, сегодня гость литературной видео гостиной, художник, архитектор, поэт, Педагог, искусствовед Лев Николаевич Нецветаев. Симбирская гора. Как высока Симбирская гора, как широки распахнутые дали. Здесь с матушкой история игра, добром и ладом кончится едва ли. Здесь разин бился, и второй смутьян прошел, как смерч, грозя кровавым иском. Но оба, и степьян, и емельян, безжалостно помечены Симбирском. Один разбит, другой, как дикий зверь, сидел в железной клетке, огрызаясь. А впереди темно, поди проверь, какого бунта где-то зреет зависть. Пока надолго стихло, государь умен и строг, безумцы поумнели. Да первым, признаемся, не мнели, мозги прочистил памятный декабрь. Пять веселец, увы, зато толпа не кинулась на вечные святыни. А если бы мне зайца и попа Господь не сунул, где бы был я ныне? Ну это примет, он вернулся, он ехал в Петербург, и, как потом говорил, непременно пошел выкрыли его. А там был штаб, а наутро они были бы на площади. Гора крута и дышится легко, и Волга разметнулась на полсвета, Струя свое живое молоко, вспоившее философов-поэтов. При виде этих высей и равнин и на хвостово графа стих накатил. Пушкин вечен над ним издевался. А тут певцы, Языков, Карамзин и Дмитриев на пол Европы хватит. Провинция, ты тем и хороша, что нет нужды в великосветской гонке, Что ты живешь, как хочешь, и душа чиста, как лик, святованные иконки. Вернусь, опять начнется маята, Приемы в свете, займы, корректуры, Расходов тьма, а денег ни черта у первого столпа литературы. А здесь струится чистая вода И шир, с которым бы век бы не расстался. Да-да, сейчас я с вами, господа, простите, я немного замечтался. Сентябрьские лучи от раду льют На тихие заводские опушки. Венец гуляет редкий праздный лют, И кто-то шепчет, Боже, это пушки! И сегодня мы представляем нашего героя Льва Николаевича Нецветаева И посвящаем передачу пушкинской теме 6 июня, день рождения Пушкина. По стечению обстоятельств в этот день, 6 июня, Родился и герой нашей программы Лев Николаевич Нецветаев. Может быть, поэтому внимание к этой теме Занимает его всю жизнь. Мама была учительницей русского языка и литературы В деревенской школе. В войну мы жили в деревне у дедушки с бабушкой. И тогда, видимо, после 1937 года, К юбилею смерти Пушкина, Были изданы тетрадки, Где на обложке Пушкина подмышку ведут с дуэли. Картина Наумова. Вот, может быть, и тогда я впервые, значит, Что такое за Пушкин. Это где-то узнал, заинтересовался. Ну и опять же, день рождения в календаре Пушкина. Как день рождения в календаре Пушкина? То утро. Сирень в садах ломилась через край В последний май 18 века. Жара с утра, и в тень заполз калека. Перед обрубком драный малахай, А в памяти неласковый Дунай, Турецких пушек неумолчный лай И хрупкая фигурка человека И крик его орлы не выдавай, То сам Суворов, сколько ни моргай, А вытекла селезинка из-под века. То есть ветеран Суворовский, ветеран дремал там. Как хорошо, что наконец тепло. До осени годятся для ночлега Любой сарай и старые телега, Да в эту ночь не слишком повезло. На паперте сидел до темноты, Потом в трактире миска щей холодных Дочарка для Суворева, И в кусты зипун под бок Устроился на отдых. А рядом дом, точнее фигелек, Что снял майор из обедневших, Пушкин. И только сон сознание заволок, Там дверью громыхнули, как из пушки. И началась такая кутерьма и беготня, Знать им свечей не жалко. Да вот выходит ихняя служанка. Вам что, голубка, не хватило дня? Аль кто-нибудь рождается, спросясь. У барни весь ночью были роды. Так я уж прямо через огороды, за доктором, Не знала, отродясь, такого страху. В это время в доме майор бродил надменный, Как король Сергей Львович. Досадуясь, что в этом комсодоме Бледна его родительская роль. Он грезил, будет сын его военным, Красавцем, рослым, попадет в фавор. Да-да, военным, только непременно по гвардии. Его заметит двор, а имя, чтоб и звучно, и достойно. И гладит табакерки, палисандр. Майор говорит, сладко позевну, достойно. Вот-вот, как македонский, Александр. Как-то так сложилось, что набралась у меня к 99-му году книжка, сборник стихов. Потом еще добавляется на пушкинскую тему. Где-то были они, по-моему, в Симбирске, или в Литературном Ульяновске была пара стихов новых. А сейчас еще подкапливаются из жизни в Михайловском, в частности. И вот вокруг дуэли. Затеяна поэма Натали, где, опять же, совершенно с другого ракурса. Снова она в мазурке, С балованием Дантесом. Нету для света слаще, Лакомства, чем скандал. Тут и слепые зорки, С истовым интересом. Только на них таращит Очи, столицы и зал. Ах, как она царила! Вот ее рак и пленник. Вновь из полка отпущен. Рыцарь ее, герой. Грустное все уплыло. Даже нехватка денег. Даже угрюмый Пушкин. Даже разлад сестрой. Она не скрывала, в общем-то, ничего. Она не считала себя, как говорится, сильно греховной. Или как-то там... Ну, это же естественные были светские увлечения. Она молода. Дантес ее ровесник, по-моему. А не, по-моему, с одного года. С 12-го. Дантес еще не был 25 лет. И его на смертельную дуэль ведут. Вот ты подумаешь. А кроме того, конечно, почва шла у Пушкина из-под ног. Когда узнал, что Натали-то влюблена. Вот казалось бы, у него была опора, а ее-то уже, можно сказать, что нет. И долги чудовищные. Одних карточных долгов у него было под сотню тысяч. И казни он был должен 43 тысячи. Он брал на историю Пугачевского бунта, на ее издание. Она не окупилась. В общем, после его смерти царь оплатил 122 тысячи долгов частных и 43 тысячи в казну. Это 135 тысяч получается. Или 137. При его жаловании 5 тысяч в год. То есть он бедный, был в полном тупике. Ему, конечно, жить не хотелось. Вот. И вот это вылилось в то, что, естественно, он шел убить Дантеса. Как бы мы ни виляли, ни крутили. Это ужасно. И, ну, здесь судьба. Вот у меня даже стихотворение одно такое намечается. И рука судьбы. Она не дала ему вид Дантеса. Данзаш, шагай пошире, старайся удлинить поэта в этом мире цепляющую нить. Шагов всего-то 10. За ними страшный суд. Уж сам сумеет взвесить. 11. Спасут, но не спасут и 30. Судьбой отмерен шрок. Не выйдет их хитриться. Она взвела курок. Она взвела их оба, уже успев решить, кому под крышку гроба, кому остаться жить. А дальше там где-то в конце. И вновь судьба хлопочет. Она не даст убить тому, кто жить не хочет, того, кто хочет жить. Лев Николаевич знаком многим жителям нашего города. Это замечательный творческий человек. Он лауреат Золотой Пушкинской премии. Почетный архитектор России. Член Союза художников России. Человек, который очень любит поэзию. Читаю Благова. Порой легко скользит за словом слова, как из пылечка манный порошок. А тут запнешься порог тесовый и обомрешь. А как же хорошо. Да плохо ли, когда звенит от зноя июльский день, и травы пахнут так, что даже в небе область корезное застыла, не надышится никак. И выверено снайперское слово, и дышит правдой каждая строка. И выменно травой несет корова пыль прошивая строчкой молока. Благов. То подведет к забросенному дому, где лишь паук хозяйству придет, а то десяток слов и видишь омут, такой, что спину дрожью поведет. И по приказу дара колдовского запомнится на долгие года и ветвисту, как руки у слепого, и как поминки темная вода. Стиха иного тихое журчание баюкает дремотной волной, а Благовский на перехват дыхания, на вгорле ком, на крылья за спиной. И каждый раз не понимаешь снова, когда и у какого верстака и выточил, и вызолотил слово Орфей с обличьем парню простака. А вот лирика. Мягче застенчивой ласки дочерней, легче печали о мире ином, посвят задумчивой птицы вечерней за городским запыленным окном. Звука такого я раньше не слышал, тихий и грустный, откуда он здесь, где вместо неба уступы и крыши, вместо поляны асфальты и жесть, в дебрях бетонных печуга лесная, певчее чудо, откуда и как, буду, пожалуй, полночи без сна я взвешивать этот таинственный знак. Чуть прозвенит и опять замирает звук этот нежный, с неясной тоской, словно упрек из родимого края нами забытого в гонке людской. Иждугородний телефон. От грозной судьбы на волос За несколько редких монет Сейчас я услышу голос, Важнее которого нет. Уже за стеклянную дверью На склоне июльского дня Восторжное суеверие Охватывает меня. Неужто напасть и невзгоды Совсем не такая беда? Неужто все долгие годы Тянулись к тебе провода? Над трубкой рука замирает, И я с ней согласен. Постой, меня это чудо пугает, Пугает своей простотой. Хоть затыкаем уши Мы от журчания леты, Ксюрим глаза от грубых Взмахов того серпа, Все мы в объятиях душим, Завтрашние скелеты, Все мы целуем в губы, Завтрашние черепа. Думать об этом страшно, Но вспоминать полезно, Дабы не раздражаться Попусту на людей, Ведь перед черной башней Перед отверстией бездны Некогда припираться Эллин или иудей. Дворник и губернатор Все там равны, поверьте, Там не дают почета Звания и чины. Древний мудрец недаром Помни, сказал о смерти, Вечности дни бессчетны, Эти же сочтены. И сочтены под старость, Думаем, скуповато. Время за годами быстро Свой разгоняет ход, Сколько еще осталось, Смотрим под слеповато, А впереди завесы. Кончился наш поход, Нам не промчаться в строе, Не услыхать по коням. Конь ковыляет еле, И на боку седло, От эскадрона трое, И командир покойник, Видно и в самом деле, Время от нас ушло. Юных зовут победы, Юным горят рассветы, Гривы, коней, колыша, Юные вскачь летят, Зря им отцы и деды Шептят на свет советы, Юные их не слышат, Впрочем, и не хотят. И в бескрайних снегах Запоют соловьи. Так называется Поэтическая подборка Львани Цветаева, Которую вы можете прочесть В июньском номере Журнала «Симбирск». В июньском номере Звучит пушкинская тема. При свете пушкинского слова Суметь бы просто, мудро жить, И все, что есть в душе святого, Дай Бог спасти и сохранить. Дорогие друзья, Мы встретимся с вами снова В литературной видео-гостиной Журнала «Симбирск». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова